Мур, привет друг, это Зверько. Вышел новый, не побоюсь этого слова, чудесный танк, Бакси. За лор рассказывать не буду, у меня есть переведенный комикс по этому персонажу на канале. А перед обзором навыков, картенька про спонсора. Я представлю нашего знакомого спонсора. Это конечно 1xbet. В этом надежном букмекере, быстрые выплаты и большие выигрыши. Киберспорт присутствует среди других спортивных рубрик. А еще, при регистрации и первом депозите ты можешь получить бонусом до 6500 рублей по моему промокоду. Ссылка и промокод будут в закрепленном комментарии. Итак, давай посмотрим. Пассивка. Бакс немного уменьшает входящий по нему урон на 56 единиц на 15 уровне. Но уменьшается урон от автоатак противника, а не от навыков. Главная пассивка. Своими навыками он накладывает антихил, который срезает 30% исцеления и держится 4 секунды. Кроме того, этот антихил складывается с ожерельем заточения и противники тогда лечатся лишь на оставшиеся 20%. Кроме того, Бакси становится контрпиком эстесу прямо со старта. Первый навык. Бакс сворачивается в клубок и начинает катиться в выбранную сторону. Нажав на навык еще раз, он подпрыгивает. Если просто вкатиться в противника, то ты нанесешь урон, оттолкнешь его и противников за ним, а также оглушишь на полсекунды. А если напрыгнешь сверху, то не оттолкнешь, но нанесешь больше урона и оглушишь на полную секунду. Кроме того, перепрыгивать можно через препятствия и крипов, чтобы не врезаться в них. Вдобавок, это немного скрэйтбакса и можно прокатиться немного дальше. Даже если применишь этот навык в упор к противнику, его все равно оглушит. Второй навык. Метание щита. Урон зависит от магической силы и максимального хп противника. Попадание замедляет на секунду. Главное, если ты кидаешь щит в одну и ту же цель, сокращается перезарядка на 85%. Но стоит тебе промахнуться или попасть в другого, то навык уходит на перезарядку. Слава богу, обкрипов не ломается и можно кидать сквозь них во врага. Навык отлично помогает против соло цели и в заборе листового моба для союзника. Чтобы не запутаться в кого кидать щит, следи за знаком уробороса под ногами врага. У кого отметка, в того и кидай. Ульта. Вот просто сказка. Бакс получает ускорение к бегу на 30%, а также заливает пол лавой. Лава, соответственно, наносит урон врагам и навешивает антихил. Кроме того, возрастает пассивное поглощение урона на 75%. Ну, это примерно 100 дамаги с урона. Но главное, что по описанию, казалось бы, урона немного. Но если противник зазевается и застрянет на твоей лаве, будет ему плохо. Итак, что у нас есть? Мега полезный пассивный навык. Потому что порой, играя на танках и понимая, что нужен антихил, я, конечно, могу его собрать, но реализовать не удается. А бакс сходу решает эту проблему. Первый навык позволяет быстро перемещаться и прерывать касты противников. Второй навык дает серьезную прибавку к урону, а ульта – это для противников жжение того места, где спина теряет свое гордое название. Прогнозирую, будут личности, которые ради фана станут собирать бакси в маг-атаку. Но я предлагаю результативный и танковый вариант. В танка дамагера. Эмблемы берем танка. Первый перк на выживаемость или третий на урон. Дополнительный навык. Тут, конечно, по вкусу, но мне нравится отомщение. Отлично работает на начальных стадиях игры. Наша любимая – сборка. Как всегда, танк собирается от сетапа противника и событий в бою. Сапоги воина против физиков, либо прочные сапоги против магов и контроля. Проклятый шлем. Защита от магии и увеличение урона в упор. Ожерелье заточения. В нашей игре практически все герои играют через самоисцеление. Некоторые догадываются брать вампиризм прям первым предметом. Бакси же решает эту проблему на корню. Например, противник получал 300 исцеления за удар, а будет получать 60. А герои, чей геймплей подвязан на вампиризме и исцелении, вообще бьются в истерике. Дальше берем по обстоятельствам. Шипованная броня, чтобы автоатакерам жизнь медом не казалась. Если вы доминируете в ранней игре и нужно додавить противника, бери пылающий жезл. Противник в бою, стоя на твоей лаве, от ульты будет терять уймы здоровья, а отхилиться ему будет нечем. Щита финны. Топчик против магов. Да и вообще топчик. Тактика. Я не беру защитный шлем на бакса, поскольку это весьма подвижный танк и можно легко выкатываться с базы. Ускорения от первого навыка хватает, чтобы по прямой докатиться до центра карты. Быстро сменить линию. Или ворваться в готовящийся ганг, просто перепрыгнув стену. Первый навык вообще универсален. Можно применять в упор, чтобы на полсекунды оглушить противника и навесить антихил. Если припекает, так же можно покинуть схватку. В отличие от Джонсона, бакси не разбиваются о стены, даже если случайно воткнешься. Кстати, ожерелье работает 3 секунды, а антихил пассивки 4 секунды. Но даже минус 30% дебаф от хила очень полезно. Поэтому не жалей своих навыков. Второго навыка хватит поддерживать дебаф в соло цель, либо навесить на двоих. Учти, что второй навык летит довольно медленно и недалеко. Ульта работает, независимо от действий бакси. Можно активировать ульту и свернуться в шар. Или уже пока катишься, заранее включить ульту. Врываешься прыжком и тут же жаришь противника. Если с тобой много магов в команде, а противника ты и так хорошо танкуешь, можешь взять палочку гения и снижать магическую защиту врага своей ультой, помогая наносить больше урона собственным магам. Учти, что ульта падает под ноги бакси, и тебе нужно находиться там же, где и противник. Кажется, что ульта наносит немного урона. Но, например, лишь с палочкой гения за время действия ульты боевому боту наносится 7200 урона. И это только ультой. И если стоишь рядом. А если бегать вокруг и сквозь бота, урон возрастает до 16000. А добавь к нему урон от пылающего жезла, который на боте выдаст гигантский урон, но и на обычном противнике работает очень мощно. Догорение от проклятого шлема. Просто шик. Я думаю, надо наигрывать баксом, пока не понерфили эту фичу. Итог. Перемещайся и используй по максимуму первый навык. Помогай дебафам и уроном с помощью второго навыка. И жги напалмом землю, ультой бегая вокруг жертвы. Люблю запах напалма по утрам, сынок. Надеюсь, гайд поможет тебе сходу отыгрывать за бакси. А чтобы не пропускать новости и гайды, подписывайся на канал и ставь лапку. Удачи, друг. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok